Русское географическое общество и телеканал «Моя планета» представляют. Я Роман Фишкин, сосудистый хирург. Меня давно мучает вопрос, как объяснить чудеса исцеления живой водой? Обладает ли вода из природных источников какими-то особенными свойствами? Или всё дело в эффекте внушения? Я решил сам отправиться в труднодоступные уголки России, к источникам, о целебной силе которых уже веками ходят легенды, чтобы провести собственное расследование и выяснить, существует ли живая вода. На протяжении многих веков через Кавказский горный хребет пролегал торговый маршрут. По территории современных российских республик шли караваны из Азии. Здесь проходила одна из ветвей Великого Шёлкового Пути. Это была сложная и опасная дорога по ущельям, среди крутых склонов и обрывов с множеством подъёмов и спусков. Но в горах караванщикам встречались места, где они могли отдохнуть, подлечиться и набраться сил для продолжения пути. В этих высокогорных оазисах бьют легендарные минеральные ключи Кавказа. Я отправляюсь в Лобинское ущелье, к одним из самых труднодоступных и целебных источников – в Карачао-Черкесии, который в народе называют чаще всего кислыми. Летим в Минеральные воды. Город с очень говорящим названием. Но, с другой стороны, где ещё снимать наш фильм? Но Минеральные воды – это только отправная точка нашего большого, и, я надеюсь, увлекательного путешествия на Кавказ к его целебному источнику. Удивительно, но источники, которые мы собираемся посетить, не имеют какого-то одного утверждённого названия. Их именуют по-разному, а на современных картах они вообще никак не фигурируют. Адзапские называют лаштракские, называют пхеинские, как угодно. Николай Игнатенков – врач республиканской больницы. Последние 40 лет занимается изучением истории Кавказа и его минеральных источников. Этим курортом, сезонным курортом, пользовались былые времена и Абхазы, и Грузины, и жители Карачао-Черкесии. Об источниках Кислое я слышал много от местного населения, об их целебности, уникальности. Андрей Селецкий – офицер в отставке, поэтому местные его зовут Камбат. Сейчас он директор турбазы в Рашкао, изучает историю Лобинского ущелья от древности до наших дней. Каждый год ездит отдыхать и поправлять здоровье на источнике Кислое. Я на себе чувствую, что я реально поддерживаю здоровье, будем так говорить. Выехали из минеральных вод, едем в сторону северо-запада, в республику Карачао-Черкесию. Дороги порядка 300 километров. Конечно же, нам обещают, что она будет очень сложная, но нам любая задача по плечу. Мы, ребята, опытные, поэтому едем дальше. Кислое лоштракские источники находятся в Лобинском ущелье Западного Кавказа, на границе с Абхазией, на высоте около 2000 метров. Придется подниматься в горы, но для начала надо доехать до этих гор. Нужно добраться до поселка Псемен, который находится на трассе на город Черкес. И по ущелью реки Большая Лоба, уже транспортом, желательно внедорожным, конечно, проходимым по горам, люди добираются до источников Кислое. И вот активный сезон начинается после таяния снега где-то в начале мая и заканчивается, когда заканчивается сезон отпусков. Да и сейчас, осенью, мы не сразу добрались до них. По пути пришлось переночевать на Турбазе, в поселке Рашкау. Ну что, поселок Рашкау, последний оплот, так сказать, цивилизации. Дальше наш асфальт закончился, да и грунтовка уже не такая удобная. Дальше нас ждет абсолютное бездорожье. Вчера приехали сюда очень поздно ночью, переночевали в комфортных условиях и полной сил едем дальше. Но мы же любим путешествовать. Андрей, какие у нас дела? Да, Роман, надо грузиться, да. Все, закидываемся. Побыстрее. И погнали. Курт нам предстоит нелегкий. Долго ехать? Нам ехать где-то часа три. Но по факту получилось еще дольше. Наши внедорожники ползли по каменистым дорогам очень медленно, местами преодолевая вброд горные реки. Хорошо, что сейчас осень, и воды в них совсем немного. Ночью мы были на месте, и с рассветом отправились в путь уже пешком. Отсюда до источников порядка трех с половиной километров в гору. Место, где мы находимся, называется Поляна Седьмого Поста, потому что когда-то, во времена Кавказской войны, здесь были достаточно ожесточенные бои. За хребтом находится Абхазия, поэтому сейчас здесь можно встретить лишь только пограничников, ну и нас, туристов. Пошли. Народ написал, что лесят там и артриты, и селезенку, и печенку, и сердце, и легких, и святая вода, и избавляет от глистов. Ну, все, что есть, наверное, в медицине, там написано. У меня был хронический бронхит, но после того, как я начал ездить на источники, я забыл об этом заболевании, об этом досадном и всегда мешающем кашле постоянном. И я знаю много примеров, когда людям помогали, потому что ежегодно я встречаю там одних, можно сказать, и тех же людей, которые с года в год ездят. Вот где-то до пяти тысяч туристов приезжают на эти источники. Местные и опытные туристы называют это тропой здоровья. Ну, а что ж здесь нездорово? Горный воздух, невероятная красота. И поди попробуй преодолей эти три с половиной километра. Вдоль всего нашего пути идет река Лаштрак. В переводе означает кислое. Местные люди, местные жители ее называют и туристы. Кислянка. Кстати говоря, одна из версий, почему источники называются Лаштракские или кислые, именно потому что втекают в эту реку. Давайте попробуем эту воду. Ну, кстати говоря, вода на вкус холодная, освежающая и немножко кислит. Через какое-то время мы подошли к источникам живой и мертвой воды, которые расположились прямо на развилке нашей горной тропы. Их еще в народе называют источниками мужской силы. Ну, как тут пройти мимо? Смотрите, как я понимаю, вначале мы пьем из источника мертвой воды, как в сказке. Да. Ну, давайте начнем. Часть, да, кружочки немножко, да. Слушайте, ну, пока жив, но я считаю, что не надо дожидаться эффекта этой воды, надо стараться пить живую. Да, давайте. Столько же или побольше? Побольше. Эту можно смело пить, да. Кажется, начала действовать. Кстати, сказок тут полно. Некоторые перекликаются с легендами, которые я уже слышал в разных уголках России, на других целебных источниках. Якобы охотники преследовали раненого зверя и увидели, как он лечится этой водой. Так про нее узнал и народ. Но есть об этих местах еще одна легенда – про рассыпную поляну. Предание гласит, однажды великий завоеватель Тамерлан приказал специально рассыпать золото на горной поляне, чтобы задобрить непокорных горцев, которые своими постоянными набегами наносили урон его войску. Но ни одной монеты горцы не подняли с этого места, а продолжали также оказывать активное сопротивление. И тогда Тамерлан сказал, что эти люди неподкупны и надо уходить из этих мест. И, кстати, в этом месте была найдена одна из золотых монет, на самом деле, видимо, подтверждающая эту легенду. Но вот я, как и понимаю, мы оказались на той самой, да, на кислых источниках. Мы дошли до них все-таки. Преодолели непростой путь длиною в три с половиной километра и оказались здесь. Ну, пойдемте. Здесь, на небольшой поляне, сосредоточены 20 источников. Их я и планирую изучить. Но сначала дайте немножко отдохнуть после длительного подъема. В воду-то я успею взять, но так хоть немножко. Потому что когда еще такое увидишь, на самом деле? О, судя по всему, здесь еще и в бане есть. Надо узнать, финская или наша. А вы из бани или в баню? Виктор, я и не из, и не вот это, уважаемый товарищ, чай. Роман. Виктор. Очень приятно. Как оказалось, Виктор давно занимается сбором лекарственных трав и чая в здешних местах. Ну что, отведаем чай, заваренный на местной горной воде. Душица, она особая, она как бы лекарственная. А мята дает вкус. Вкус чабрец дает вкус. Вкус чабрец дает. Не, ну и всегда же, когда ты делаешь любой напиток, важно, на какой воде делаешь. Да, вода, это просто... Тут у нас как бы наш, обычная горная вода чистейшая. Золотую траву положи в плохую воду. Ничего не получится. Ох, ну, конечно, из местной воды можно не только чай заварить, но и лечиться, причем самыми разными способами. Потому что я первый раз вижу, чтобы... Я понимаю, что выделяется газ, да? Наверное, с источника оттуда идет. Смотрите, а вот ухо, горло и нос. Вот как с носом, я понял. А как ухо и горло? Ухо так же. Ухо тоже прикладывается, да? Ухо. А горло просто, соответственно, полоскать, да? Вдыхать тоже. То есть это источник чисто такой ингаляционный. Да, это чисто ингаляция. А пока я буду ухо лечить, я вам расскажу про то, что я как бы сейчас ощутил, когда здесь. Ну, ухом я сейчас слышу бульканье, очень, кстати говоря, даже забавно. А для нос, знаете, такой, когда делаешь дома ингаляции, с соды или с чем-то, и вот дышишь, ощущение такого свободного дыхания в этот момент. Надо другим теперь. Нет, на самом деле, знаете, немножко кисло, но при этом есть такой, вот сейчас, когда горлом именно вдохнул, я понял, аромат небольшой примес сероводорода, да, вот ощущается. Ну, минералы, да. Минералы. Минералы какие-то, да. Немного выше остальных источников, на поляне, находится источник под названием «Святая вода». Ну, живую и мертвую я уже, конечно, пробовал, а вот святую пока не доводилось. Здравствуйте. Здравствуйте. А не подскажете, где здесь святой источник? Мы искали где-то здесь святая вода. А вот, прямо здесь источник с правой стороны, а с левой стороны от сердца. Ладно, раз вы все знаете, тогда давайте знакомиться. Меня Роман зовут. Дмитрий. Очень приятно. Ну, я здесь за здоровьем приезжаю. Сейчас в основном для профилактики, а ранее проблемы были с почками. Подлечил почки и теперь привык. Горы, вода, отдых. То есть, получается, вы один раз приехали, попробовали и, так сказать, подсели на это место? Да, подсел именно, правильно, хорошие слова, подсел на это место, потому что тут все в комплексе. В Москву для экспертизы я решил взять воду именно из этого святого источника, потому что, как я уже говорил, он располагается выше остальных. И я предполагаю, что из него вода должна стекать в нижние источники. То есть, этот ключ, получается, источник всех источников. В Московской лаборатории совместно с учеными из исследовательского центра НИИК, ротологии и химфака МГУ мы провели комплексный анализ воды. Изучили ее химический и бактериологический состав. Сделали радиологические замеры. В итоге выяснилось, что это гидрокарбонатно-натриевая кальциевая вода с повышенным содержанием хлора. По своему составу и свойствам она практически идентична боржоне. Значит, эта вода полезна при лечении целого ряда болезней различных органов и систем. Сердечно-сосудистых заболеваний, эндокринных нарушений. В том числе сахарным диабетом и дисфункцией щитовидной железы, болезнях пищеварительной и мочеполовой системы. Заболеваниях органов дыхания и опорно-двигательного аппарата. Однако лечение этой водой рекомендуется проводить лишь после тщательного медобследования. И только под наблюдением врача. В былые времена по этому ущелью пролегал путь к Черному морю, через Абхазию. И я думаю, эти источники знали уже очень-очень давно. Абхазы называли его Адзапш, что в переводе с местного языка означает «красная вода». И когда здесь оказываешься, понимаешь, что это название оправдано. Вот вода ярко-оранжевого цвета за счет грунта, ну, практически красная. Меня поразило и удивило, насколько высоко цивилизовано в те времена древние, это, считайте, VI век и вплоть до XIII века, это существование здесь Аландского царства. Остались городища, могильники с тех времен. И подтверждением этому является такой объект исторический, как мощевая балка. Там находки очень интересные, сохранившиеся. Этот могильник находится под сводами скалы, на которой когда-то было городище. Похоже, что те, кто здесь жил, в древние времена, хоронили усопших буквально под своими домами. А раньше все города – это были крепости. И создавались они с целью контроля над территорией и обороны на случай нападения. А внизу, под этими скальниками песчаными, были захоронения, так называемые могильники. Здесь хоронили жители города, но в основном знатных людей. На основании найденных находок археолог Иерусалимская научно доказала о том, что здесь проходило одно из ответвлений Великого Шелкового Пути. Караваны шли в летнее время. И вполне возможно, я даже готов утверждать, что они видели эти источники. Значит, ну, не заметить этот травертин миллионами тонн оранжево-желтого цвета, текущую воду оранжевого цвета с примесью большой солей и ионов железа, да, и так далее. Я утверждаю, что они тоже пили эту воду. Существует легенда, что на этих источниках немцы в период Великой Отечественной войны даже организовали лечебницу, где солдаты восстанавливались после ранения. Но немцы на перевале Адзапш, там, где находятся источники, были. Об этом говорят и находки немецкого вооружения, которое мы видим в музеях различных. Вот. И сами иногда находим и так далее. Но курорт какой-то организовать... Ну, курорта не было. Но что пили воду и лечились, вполне возможно. Битва за Кавказ закончилась победой советских войск. Фашисты были с позором выиграны. И я смотрю, вот это в основном... Ну, вот тут представлены артефакты немецкой армии, да? Каска, граната. Да, это именно тех времен. Граната, каска. Здесь же, в коллекции комбата Андрея, есть и другое оружие. Экземпляры, которым более десяти столетий. Это свидетельство существования древнего Алландского царства. Здесь всегда бурлила, кипела жизнь. Происходили важные исторические события, переломные, играющие важную роль в жизни народов. То есть это живое ущелье, наполненное историческими событиями. Особой энергетикой природной. Она привлекала и привлекает людей. Сегодня потомки древних Алланов и люди из других регионов, как и сотни лет назад, приходят лечиться на кислоисточнике. Кто от хронических болезней, кто восстанавливается после травм. Я оказался здесь первый раз в 2008 году. До этого, три года назад, я попал в аварию. Ногу собрали по запчастям. Мне первый год отец привез грязь отсюда. Я помазал, смотрю, черная нога была практически черная. Смотрю, стало лучше. Те же самые заболевания суставов. Артриты, артрозы нет. Температура 10 градусов, нет. Питьевые использования, питьевое, да, несомненно, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, да. Но заболевания легких там написано, там, ну чего там только написано. Обойти все местные красоты за пару-тройку дней пешком, ну просто нереально. Мне предложили прогулку на автовездеходе. Владелец транспорта, Михаил, пообещал показать мне еще один интересный объект. Источник молодости. Ну что ж, вперед, погнали. Каким транспортом мне только не приходилось управлять, но это что-то уникальное. Здесь абсолютно везде проходимый вездеход. Ну сейчас попробуем, что он себя представляет. Управление совершенно обычное. Машина-зверь. Вроде бы надо внимательно ехать, держаться за руль, а все равно рассеивайте внимание, потому что хочешь увидеть картину. Ну вот он, источник молодости. Его недавно облагородили. Ну, давай, как мы планировали, будем омоложаться. А чего нам? Давай. Миша, давай ты. Теперь себя не обидеть. Ну, все, надо омолодиться. Давай. Однако до некоторых местных достопримечательностей ни на каком транспорте вообще не доберешься, только пешком. Одно из таких мест – прекрасный водопад царицы Тамары, затерявшийся далеко в лесу. К нему только на своих двоих. Но оно того стоит. Андрей, ну а почему царица Тамара? По легенде, грузинская царица Тамара, едя на уидиенцию русского царя, заезжала и на источники кислые попить минеральной воды, а потом совершала здесь омовение. Вот в этой чаше этого водопада. Поэтому девушки, подражая ей, совершают омовение и убеждены, что они станут красивее, стройнее, прекраснее. Водопад царица Тамара, а вот это озеро, которое оно образует – озеро красоты. Озеро красоты можно назвать. Все, так и будет. Хорошо. Неподалеку от поляна Седьмого поста находится горное озеро. Местные утверждают, что оно тоже обладает уникальными целебными свойствами. И вода в нем никогда не цветет и не портится. Мой знакомый, Виктор Тихонов, вызвал сопроводить меня туда верхом. Но как в итоге выяснилось, об этом озере я знаю намного больше моего проводника. А озеро, к которому мы идем, есть несколько версий его происхождения. Кто-то говорит, что это метеоритное озеро. То есть миллионы лет тому назад, скажем так, еще там до нашей эры, метеорит упал, образовался кратер. И, соответственно, с помощью сели, сходящих снегов, оно заполняется. Притом, есть этому подтверждение, что, в принципе, да, там есть периоды, ну, как сейчас, осень, когда особо воды нету. Но при этом по поводу озера говорят, что у немцев якобы там был склад боеприпасов. Вот, и они его перед тем, как уходили, они его рванули, образовался кратер. То есть вот такая версия тоже есть. Ну вот, получается, Виктор, пришли к этому озеру. К этому озеру, да. Озеро-то и чем, само по себе интересно, уровень воды может то подниматься, то опускаться. Потому что в воду нет ни одного притоха, то есть, как мы видим, оно абсолютно изолированное, как будто бы пруд искусственный. Подтверждение той теории, о которой я говорил, метеоритное. Посмотрите, какое огромное количество камней, такой вулканической формы, вулканического цвета, который находится здесь. Поэтому очень сложно сказать, я думаю, все-таки есть какое-то научное обоснование, мы его не знаем, но обязательно вникнем в это во все. Ну а тем, кто приезжает в горы за здоровьем, достаточно того, что виден реальный результат. И, наверное, им не так важны научные обоснования. После армии в 90-х годах, после мобилизации, служил в Средней Азии, начали появляться своеобразные такие высыпания. Сергей Денисов. Каждый год приезжает на источники. Так излечился от экземы, теперь борется с болями в спине. Уверен, что именно благодаря целебной воде продолжает заниматься активным физическим трудом. То есть была пройдена куча всяких курсов лечения, мази, уколы, затраченные огромные средства, но результата не было. Болезнь уходила и возвращалась. Ребята ехали, говорят, поехали с нами. Приезжаем сюда, смотрю, написано экземы. Ну, в первую очередь, сразу к этой ванне, буквально через 6-7 дней, начало все затягиваться. Это было феноменально. Много путешествия по нашей стране, я понимаю, насколько богата Россия. Она богата природой, лесами, воздухом, главное – водой. А самое-самое главное, что меня впечатляет – это люди. В какой бы край я ни приехал, меня везде встречают как дорогого гостя. И вы знаете, со временем начинаешь понимать, что означают труднодоступные источники живой воды в России. Когда человек преодолевает очень многое для того, чтобы добраться до этого места. А дальше он получает свое здоровье, он получает излечение. Ну, а мы еще увидимся, друзья. И молва о чудесных свойствах этого курорта, она известна людям, людей это притягивает. Ну, благодать. Просто я чувствую себя хорошо в этом месте. Мне нравится. Много интересного здесь в ущелье. Начиная от пещер, заканчивая источниками минеральной воды. Оно привлекает сюда и людей. Само место, оно настолько притягивает, что не вернуться сюда просто невозможно. Если ты даже будешь здоров, сюда тянешь. Не знаю, какими силами, какими эмоциями, но сюда хочется и хочется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова